В Дмитровском округе стартовала акция ко Дню Победы. Победа в лицах Дмитров. Одним из героев этой акции стал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Семенович Хомич. Я помню. Сколько раз. Сделал 15 раз, значит еще силы есть. Но силам все равно мало становится. В начале войны Анатолий Семенович работал слесарем на московском заводе Станкалит. В 43-м был призван в ряды Красной Армии, дослужился до командира отделения автоматчиков. На фронт я попал уже после того, как отслужил в запасном полку, где учили стрелять в политические занятия, стрельба и тому подобное. На фронт я попал под Киевом, когда из запасного полка нас привезли на Украину, и я там под Киевом стоял. А это уже была действующая армия. Первый Белорусский фронт, 58-я танковая бригада. Старшина Хомич освобождал территорию Белоруссии, Польши, форсировал Днепр и совсем немного не дошел до Берлина. За свои боевые подвиги был удостоен ордена славы третьей степени, награжден медалью за боевые заслуги. На войне все страшно. Только я привык. Настолько привык, что когда в атаку шли, мне безразлично было, что убьют меня, не убьют. Я выполнял свою обязанность. Надо было с автоматом бежать. Немцы тоже обычно, когда близко мы подходили танки, они выходили из окопов навстречу нам. Стрельба. Ну вот. И таких стражей было много. И все удивляются, почему я живой вернулся. Из тех, кто вышел из-под Киева, когда из-под Киева мы вышли, только три человека до Берлина дошли. После войны Анатолий Семенович был замечательным педагогом. 31 год проработал в Дмитровской музыкальной школе. Когда вышел на пенсию, участвовал в хоре ветеранов просвещения Дмитровского района. Добрый, отзывчивый, очень активный. Анатолий Семенович всегда позитивно настроен, за что его любят все, кто знает ветерана. Расскажите о ваших бабушках, дедушках и прадедах, которые прошли ту страшную войну и подарили нам великую победу. Ставьте хэштег «Победа в лицах Дмитров» и делитесь в соцсетях историями своих великих предков.